Приветствую вас. Вы знаете, я психолог, и работаю я только в этой области, в области психологии. Как я понял, ваша проблема, она частично связана с развитием ребенка, с его здоровьем, с его психическим здоровьем. И здесь я, конечно, вам вряд ли смогу помочь, да и вообще кто-то из моих коллег сможет помочь, потому что, как вам правильно сказали, ребенку нужен личный контакт с психологом, с психотерапевтом, вот, для того, чтобы он как-то сам о своих проблемах рассказывал и сам взаимодействовал с психологом. Вот. Но, если не брать в расчет то, что у вас и у ребенка могут быть проблемы физиологического характера, то хотел бы вам, значит, отметить, хотел бы вам заметить несколько важных моментов, которые, на мой взгляд, являются, ну, достаточно серьезными. Первое. Ребенок сам бояться ничего не может. То есть, изначально, изначально, вот, прямо изначально, ребенок сам ничего не боится, потому что он не знает, как это. Чувство страха, чувство страха, как правило, привязывают ему, ну, иногда, сами того не желая, родители. Поэтому ребенок, если он боится чего-то, то это следствие вашего отношения к определенным обстоятельствам, определенным ситуациям, определенным вещам, событиям и так далее. Вот. Это первое. Второе. Где отец ребенка? То есть, я слышу вас, я слышу вас, я слышу вас, как маму, но я не слышу отца ребенка. А ведь отец, это очень важная фигура в жизни мальчика, потому что она определяет его ориентиры. Она, именно она определяет его направления, его первичные цели, его первичные стремления. Понимаете? Вот. И тот факт, что вы ничего не пишете про отца, конечно, наводит на определенные мысли. Да, что отца, либо нет вообще, либо, значит, он может быть и есть, но довольно далеко. Тогда достаточно и с ребенком никак не взаимодействует. Вот. Что, безусловно, является очень негативным и деструктивным аспектом. Да? Вот. Потому что, еще я повторю, отец, абсурская рука, абсурская модель отношения, абсурская фигура чрезвычайно важны. А, значит, ну вот, для вашего сына. Для любого мальчика это важно. Поэтому, здесь вот можно говорить о таком аспекте, где отец, если отца нет, то, соответственно, нужно привлекать к работе над, ну, по работе над взаимодействием с мальчиком любую иначе мою фигуру, фигуру, мужскую. Вот. Лучше всего, конечно, дядя, лучше всего дядя, брат ваш, то есть это, ну, родственник возраста, примерно, как и отец. Ну, возможно, да? Вот. Это принципиально важный момент, принципиально важный аспект. Вот. Потому что мальчик, возможно, именно потому и боится, что он беспомощный, у него не хватает, ему не хватает твердости, ему не хватает уверенности в себе. Вот. И, собственно, именно по этой причине он всего боится. Ну, это помимо того, да, что нужно анализировать, откуда у него вообще появились страхи и так далее. Вот. Это помимо, помимо. Помимо этого. Вот. Дальше. Следующий важный аспект заключается в том, что вы говорите, отдавая его секцию звенок. То есть, давайте еще раз. Мальчику восемь лет, да, восемь лет, вы отдаете его, вы отдаете его секцию звенок. А чего хочет сам ребенок, например? Что интересно ему самому? Чем интересно ему самому заниматься, например? Вот. То есть, эти аспекты вы как будто не принимаете во внимание. По сути, решая все за, как я понимаю, ребенком самостоятельно. Вот. Что, безусловно, не может хорошо сказываться на нем и на его, ну, на его развитие, на его, так сказать, поведение и так далее. Вот. Вот. Здесь важный момент, важный момент. Да? А, значит, какой момент? Побольше нужно давать ему свободы, побольше давать ему возможности решать самостоятельно. Ну, вот. То, что он, от него именно зависит. То, что его касается. Вот. Ну и, очень сильно рекомендую, очень рекомендуется здесь, чтобы ребенок, все-таки, знаете, видел последствия того, что он делает. То есть, чтобы вот он имел в виду результаты. Чтобы он видел эти результаты. Результаты того, как он действует. Результаты того, что он выбирает и так далее. Потому что, отдавать ребенку, вот как вы это делаете сейчас, да, отдаете его. А вы, по сути, приучаете его, опять же, к пассивности определенной. Что не может на нем, так или иначе, хорошо сказываться, в принципе. Да? Вот. И здесь, конечно, можно говорить о том, что вы сами чего-то боитесь. Можно говорить о том, что вы сами очень сильно озабочены тем, что ваш ребенок развивается как-то не так. Вот. Ага. И, как это не печально, но все разговоры про Эйнштейна, все разговоры про, ага, вот, про развитие и так далее, все эти разговоры, они добавляют вам какого-то вот конструктива в этой ситуации. Потому что, ну, на мой взгляд, только лишь еще больше подкрепляют вот это вот, это желание, это чувство необходимости в какой-то гонке, да, необходимость в том, чтобы ребенок, чтобы вписать ребенка в те принятые правила, рамки, которые, ну, которые вот формировались в нашем обществе, в нашей стране, ну и вообще в целом. Вот. То есть, старайтесь, учитесь, пытайтесь принимать ребенка своего таким, какой он есть. То есть, то, что вы его не принимаете, таким, какой он есть сейчас, уже на него влияет достаточно негативно. Ну, потому что он уже ведет себя зашуганно, он уже всего боится, он уже невнимательный, то есть, он, скорее всего, в себя не верит. Вот. И здесь, конечно, еще раз повторюсь, что важные условия изменений, ну, перемен в ребенке, да, важные условия, это работа в том числе и с вами. С тем, какой посыл вы транслируете своему сыну, вот, и, соответственно, что он о себе думает. Ну, вот, в результате вашего взаимодействия с ним, то есть, какого он мнения о себе, вот. Мне кажется, что это очень важный момент, мне кажется, что это очень важный аспект, потому что от этого зависит, еще раз повторюсь, ну, на самом деле, будущее вашего ребенка, вот. Ну, а я уверен, что вы хотите, чтобы оно было хорошее, вот. Вот, как психолог, как психолог, я увидел эти аспекты. И, конечно, быть может, это не то, что вы хотели услышать, быть может, это не то, что вы хотели получить, но, тем не менее, в рамках нашего с вами взаимодействия, возможно, именно только-только такая обратная связь. Вот, сейчас я прочту ваш текст и дам еще несколько комментариев уже по самому тексту. Значит, очень нужна помощь детского психолога, пишите вы. Здесь следует отметить, что детский психолог, то есть психолог, который работает с детьми, он работает с детьми. Он не работает с родителями детей, хотя это тоже, но все-таки, все-таки, если это детский психолог, он ориентируется больше именно на детей. Соответственно, ребенка мы не видим, ребенка мы не знаем, вот, и здесь, если вам действительно нужна помощь детского психолога, я рекомендовал бы вам в первую очередь подумать о том, чтобы взять, например, консультацию, да, ну, взять, нет, не консультацию или несколько консультаций, вот, хотя бы в режиме онлайн, но все-таки ребенку своему, да, то есть, чтобы психолог поговорил с ребенком, с детским психологом. Ого. Это было бы гораздо эффективнее, вот, если вы хотите именно помощи детского психолога. Это первое. То есть, первое, это продумать, как именно наиболее эффективно ваш ребенок может получить помощь и от кого. С кем у него лучший всего контакт из вашей семьи. Дальше. Сын в 8 лет учится в первом классе. У него постоянные страхи во всем, боится всего, в школе очень невнимательный, хотя довольно сообразительный и не выступает, а где-то и превосходит одноклассников выпускных способностей. У него постоянные страхи во всем, потому что вы, скорее всего, давите на него, хотя это и не точно, но, скорее всего, вы давите на него в том смысле, что требуете от него умственного развития. Вот. Я, конечно, не знаю, опять же, да, наверняка всю эту ситуацию, но думаю, что если это так, то ребенок принижает, например, свои физические способности, свои физические данные и пытается больше уделять внимание именно умственным, а из-за этого он остается одинок в школе, потому что сверстники, они, как бы, если вы могли заметить, они занимаются совсем другими вещами. Вот. А, ну, вот, именно, сверстники, его, его сверстники, занимаются совсем другими вещами. И тут, опять же, вопрос заключается в том, чего вы хотите для своего ребенка. То есть, хотите ли вы, например, того, чтобы он был, ну, например, шелстов или чтобы у него была нормальная социальная жизнь, да? Тогда вам имеет смысл пересмотреть свое поведение и свой акцент. То есть, делайте акцент, акцент стоит делать сейчас, больше именно на физической активности ребенка. Не на его умственной активности, а именно на физической. Через физическую активность ребенок будет взаимодействовать с людьми, да? Ну, с людьми, вот, со своими одногласниками, например, он будет взаимодействовать. И таким образом будет выстраивать свои первые социальные связи, что необходимо для него. А сейчас, то, что он делает, он отдаляется настолько от них, от одногласников своих. И это не может быть хорошо. Я иду. Так это будет чем дальше, чем больше это будет плодить такое, такое отстранение его от людей, с которыми он, собственно, непосредственно взаимодействует. Дальше идем. А постоянные страхи во всем появятся всего. Ну, страхи нужно анализировать. Понимаете? То есть, страх – это ощущение беспомощности. Да, это угроза. И получается, что ребенок видит угрозу в самом обычном. А это означает, что он не верит в свои силы для преодоления или противопротиводействия, если угодно, угрозе. А это, в свою очередь, означает, что у него неверное представление о своих способностях, что у него нет веры в себя, нет веры в тот, что он хороший, нет веры в тот, что с ним все в порядке. А это означает, что вы, скорее всего, ну, опять же, неосознанно, возможно, внесли ему вот такой посыл, что с тобой не все в порядке, ну, потому что, например, ты там, ну, не справлялся, допустим. Ну, не управлялся, там, с программой или вот что-то еще в этом, в этом, в этом роде. Вот. И, конечно, по ребенку это очень сильно бьет. Конечно, по ребенку это очень сильно бьет. Вот. То есть, здесь очень нужно вам определиться со стратегией твоего. Вот. То есть, обратно приоритет, что вы хотите и почему вы хотите. Вот. Вообще, у меня не покидает ощущение, что вы, знаете, вот как-то чересур много возлагаете надежды на своего ребенка. Вот. Почему-то у меня возникло вот такое ощущение. Я могу ошибаться, но мне показалось так. Мне показалось так. И если я прав, то у этого тоже есть причины ваше желание. Возможно, это некие компенсаторные механизмы, да. То есть, вот если у вас, допустим, нет мышления или если у вас проблемы в личной жизни. Вот. Это определенные компенсаторные механизмы, которые вы используете для того, чтобы восстановить гомеостаз, то бишь баланс в своей жизни, но через вот вашего сына, возлагая на него то, что ему либо не по силам, либо он не хочет, либо через чур, чрезмерно на него давит. Дальше. Так. Ну, вот вы здесь сравниваете его, значит, вот вы сравниваете здесь его умственные способности, да. То есть, я полагаю, что это ключевой аспект, что вы вкладываете в ребенка сейчас оглядку на общественное мнение, на общественное восприятие, на мнение других людей о нем. Вот. И сами таким образом, по сути, симулируете его быть тем, как он может быть, может быть, я не знаю, но может быть, он быть, он быть совсем и не хочет. Вот. Это важный аспект опять-таки, потому что от того, как вы ведете себя с ребенком, от того, что вы внушаете ребенку, от того, какой по силам получает вам, будет зависеть, по сути дела, все его будущее. Вот. Дальше. А счет того, за всерзниками практически не общается, правильно, потому что он думает, что он не такой, как они. Акствие близко не подпускает, правильно, потому что нет личных, личных границ и непосредственно взаимодействия, ну такие... алгоритмы, скажем так, взаимодействия обычно показывает сам, ну, сам мужчина, то есть отец, вот, если этого нет, то, соответственно, ребенок просто-напросто не знает, как себя вести, вот, потому и не подпускает, потому и не может, не может, он бы этого сделать, вот, ну, и плюс гиперопека, о которой я вам уже говорил, не только я, вот, она точно тоже создает ощущение, что ты беспомощный, что ты сам ничего сделать не можешь, что от тебя ничего не зависит. В последнее время я начал кричать, когда к нему кто-то подходит и дотрагивается, но здесь очевидно, что фобия развивается и углубляется, очевидно, что страх усиливается, он постепенно переносится на все, то есть, ну, первая человек, например, боится просто, грубо говоря, ездить, например, в лифтах, да, допустим, вот, а потом человек начинает отдать там уже всего, вообще всего, вот, то есть, это нормально, нормальное явление для страха, то есть, для, вот, генериса страха, это нормальное явление, вот, но, в общем, я понимаю, что вам это очень неприятно, вот, ну, нужно активно, активно с этим работать, то есть, ребенку нужно больше самостоятельности, да, и, собственно, вот работа с психологом и ваше корректирование, ваше отношение к нему, плюс, я думаю, что обязательно родительская фигура, фигура мужская должна быть, ну, не обязательно отец, но должна быть родительская фигура. Вот, без этого ребенку вашему будет сложно, вот, то есть, те, как правило, кто, вот, без отца, да, растут или находятся, они либо гиперагрессивные, вот, либо, наоборот, гиперзажатые, вот, и вследствие этого у них всегда есть определенные проблемы с построения социальных отношений, вот, а мама, она, мама, она может научить, эээ, Женщина, она может научить чувствам, да, она может научить таким тонким моментам, вот, но тонкие моменты это не всё, не всё, к сожалению, чем, ну, чем богат реальный мир, вот. И поэтому у ребёнка начинается проблема. Дальше, на уроках летает деда в облаках, потому что ему не нравится реальный мир, да, то есть это уход фантазии, уход фантазии, уход фантазии и, соответственно, отсутствие чувства, что он, опять же, на что-то способен, вот. Отдала его на секцию жидо, жидо, вот, этот момент я уже затрагивал, но мне хотелось бы затронуть его ещё раз. Вы говорите, что отдали его на секцию жидо, да, вот, а как ребёнок к этому относится? Хотел ли он этого? Желал ли он этого? Был ли он рад тому, что вы его отдаёте в эту секцию? Или нет? То есть, вот, понимаете, да, какая история? Тут важно отношение ребёнка к тому, что происходит. Вот. Может быть, его надо было не в секцию отдавать в виду, а в секцию, например, литературно-художественную. Да, это совсем не то же самое, безусловно. Да, это совсем не то, что, может быть, вы хотели бы. Да, но если ребенку это нравится, если для него это то, что вот прямо хочу-хочу-хочу, то помочь ему в этом ваша прямая обязанность, если вы, конечно, ориентированы именно на ребенка, а не на себя и не на реализацию своих желаний через него. Дальше. Так, тренер, пожалуйста, что сильного не хочется выполнять, не то, что ему говорят. Ну, даже не хочется, и ему неинтересно. А нам дают диагноз ОНР, третьего уровня, разговаривать, значит, предложение начали в 6 лет, я уже не знаю, что делать. Что делать, чтобы что? Вот тоже, на мой взгляд, интересный вопрос. Что делать, чтобы что? Вы не знаете, что делать? А что делать хотите? Помочь, помочь сыну справиться с отставанием в, ну вот, в своем отставании интеллектуальном, пока вы ему не помогаете, пока вы, по-моему, только делаете хуже своим поведением и тем, что нагнаждаете обстановку, боритесь за него и так далее. Вот, пока, ну вот, исходя из того, что я, по крайней мере, вижу, вот. То есть, определите в цели, что вы хотите. Определите в тем, что делает ребенка счастливым. Ну вот, каждый день, каждую секунду, отчего он получает удовольствие, ребенок, вот. Ну и пусть этим занимается, разве нет? Вы, вы, чего хотите, хотите, а, сами, вот, от него. Вы, сами, хотите, а, чего, для него. Я полагаю, что с этого аспекта и нужно, а, собственно, начинать. Вы хотите, сами, от него, чего-то, ориентировать на свои представления, а у ребенка свои. Вы постараетесь его понять? Вы постараетесь его раскрыть? Вы, эээ, сделайте так, чтобы ему удобно, удобно было. Чтобы ему интересно было, чтобы ему было, чтобы это был живой интерес, понимаете? Вот. Чтобы, чтобы это был натуральный живой интерес ребенка к тому, что вот он делает, к тому, что он, там, ну, 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 должен делать, например, да, или, или кто-то, кто-то вроде того. Вот. Вот это важно. Понимаете? Это важно. Я думаю, что, исходя из, эээ, того, что вы написали, исходя именно из того, что вы написали, я думаю, что это, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Что-то я сказал. Понятно, что нужна дополнительная работа, понятно, что вашему ребенку нужна помощь, вот, это понятно, вот, но в дистанционном режиме, вот так, как это происходит сейчас, сделать это нельзя. Поэтому смотрите, выбирайте, выбирайте эксперта, выбирайте психолога, вот, и начинайте работать, если вам это действительно важно, если вам это действительно нужно, если вы хотите, чтобы у ребенка все было хорошо. Обязательно выполните все рекомендации, которые я давал, вот, хотя бы, то есть вот хотя бы это сделайте, хотя бы об этом подумайте, вот, а дальше уже будет, в принципе, ну, если не легче, то хотя бы понятнее, что делать. На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите. В личку я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, а вашему ребенку я желаю найти свой путь и действовать так, как хочется именно ему. Удачи!